Всем привет! Это итоговое видео за октябрь. В этом ролике я поговорю про мои октябрьские съемки. Здесь будет первый снег, первый снегопад, и видео, и фотографии. И поговорю, какие у меня прогрессы по вождению и какие-то еще разные всякие мелочи. Итак, 1 октября у нас прям первого же числа пошел снег. То есть начало месяца и первый снег выпал. Он правда был не очень такой сильный. Но потом, через несколько дней, а если быть точным, это 6-го числа. 6-го числа у нас был просто обалденный снегопад. Когда все деревья покрываются толстым-толстым слоем снега, пушистого. Когда там начинают, конечно, как побочный эффект ломаться ветки и деревья от такого количества веса, который снег дает. И, в общем, был очень красивый день. Я хотела очень поснимать, выбежать на улицу. Но так получилось, что пока что-то тут возилось, хотела что-то доделать. Я уже даже не помню сейчас что. Была солнечная погода, было голубое небо и вот такой красивый лес. И я хотела вот этот момент успеть. Но, в общем, пока я прособиралась, налетели тучи. И получилось пасмурное небо. Но я все равно решила идти. Хотела сходить на берег Енисея, поснимать там. И, в общем, пока я шла туда, я там что-то снимала, фотографировала. Пришла на берег, фотографировала там, начался небольшой снегопад, началась такая вьюга. В общем, я еще думала как раз поймать время, что я приду на берег к закату. И было бы здорово, если вот что-то там с закатным солнцем опять придумать. Но, в общем, я пришла на берег, поснимала там, будут кадрово мелькать. Было красиво, конечно, здорово. Но пасмурное серое небо. Погода стала ухудшаться, стал ветер больше, дуть, снег пошел. В общем, я развернулась в обратную сторону домой, потому что уже и подмерзла. И, возвращаясь через сосновый лес, уже близко к дому, стало небо очищаться. Появилось даже солнышко, появилось голубое небо. И, в общем, я поняла, что как раз в этот момент вот там на берегу красивый закат с чистым небом и с красивым солнцем. Но уже возвращаться не стала, потому что долго слишком прогуляла и, в общем-то, замерзла. Я думаю, даже я бы даже не успела, конечно, пока добежать туда-обратно. Но, тем не менее, кадры получились красивые, здорово. Я всегда люблю вот такой первый снегопадящий. Ну, даже не первый, когда вот именно все белым-белово, большие сугробы. Но все такое чистое, прекрасное, красивое. В общем, очень-очень здорово. Надеюсь, кадры вам тоже передадут эту красоту и великолепие. Несмотря на то, что не было голубого неба и солнца. Но до того, как был снегопад, была теплая погода, было прекрасно. И мы встретились с моей подругой, с Юлей. Мы с ней знакомы давно. Это такая, знаете, долгая история, да? По-моему, это был 10 класс. Нас несколько человек учились заочно в педуниверситете на каких-то там вот курсах перед поступлением вроде как. Я хотя туда не планировала, но почему-то у нас так вот много кто в классе на какой-то вот такой заочке учился, как подготовка к поступлению. Я училась на математике. И была летняя школа. Мы были в лагере где-то в районе Емельянова. Я сейчас не помню, как это называлось место. В общем, там был лагерь. И вот это была летняя школа от пединститута. И вот там мы с Юлей познакомились. Она была тоже на нашем же курсе. В общем, есть что вспомнить. Такое было классное лета. Но, в общем, не об этом. Так вот, получается, мы с ней знакомы вот так вот очень-очень давно. Потом мы переписывались, писали друг другу письма. Потом, когда я уже приехала сюда, в институт, мы как-то встречались. Но встречались мы с ней очень редко. И последняя наша была встреча. Мы тут с ней пытались вспомнить. Вот так вот вживую мы виделись до того, как у нас ещё родились дети. То есть, получается, Еве будет уже 11. То есть, больше 12 лет назад мы с ней виделись в последний раз. Я даже не помнила, когда она, говорит, я к тебе приезжала. Но я уже не помню. Но, в общем, ладно, большая правда история. Так вот, мы с ней после такого большого промежутка впервые наконец-то встретились. Она приехала со своим старшим сыном. Я с Евой. Мы пошли гулять в лес. Хотели пофотографироваться именно в осеннем лесу. Получилась здоровская прогулка. Дети подружились там вообще вмиг. Дурили там всяко-радно. Мы замечательно погуляли. Несмотря на то, что тоже была такая довольно пасмурная погода. И лес вроде бы не очень-то золотой. Но пофотографировали друг друга. Юля тоже фотограф. Так что мы, вооружившись, в общем, камерами, щелкали друг дружку. Очень здорово погуляли. Ребятишки тоже подурили. У нас получились клевые кадры с зонтом. Когда мы насобирали туда кучу листьев. Причем листья нельзя было собрать с земли, потому что они были сырые. И, в общем-то, они, ну вот честно, я в прошлом видео говорила, листья в этом году отвратные, некрасивые совершенно. Поэтому мы как-то шли-шли и увидели куст калины. В общем, мы этот весь куст калины ободрали в этот зонт. И устраивали, значит, дождь из зонта с помощью листьев. Очень смешно. И Юлю я поснимала. И, короче, меня, меня Ева, по-моему, снимала. И Юля, по-моему, короче, я уже запутала. В общем, мы там всяко-всяко снимали друг друга. И я, как всегда, люблю ставить дурацкие кадры, потому что они прикольные и смешные, и настоящие. В общем, классно. Так, что у меня еще дальше по списку? Я подготовилась и, наверное, да, буду в перемешку. Почему-то у меня не получается в порядку разговаривать. Октябрь был месяц. Это вот я вам говорила еще в прошлом видео, когда ко мне приехала моя, моя цефалия, мой аппарат. Вот я буду делать отдельное видео. Вкратце хочу сказать, что за октябрь, когда я стала его применять, в принципе, я бы сказала, я подсчитывала. В целом у меня на два приступа меньше было за пять недель. И на две таблетки меньше именно суммы трептана я пила. Что, в общем-то, я считаю, хорошо. Но будем смотреть динамику дальше, потому что он может показать не сильно сразу эффект. Но, в общем, подробнее я сделаю себе прям по пунктам, распишу все и как. И следующее, наверное, видео, которое я планирую списывать, это будет именно по мигрени. И, в общем, все, чего я знаю, все, чего я делаю. Так что, да. Потом у меня была одна покупка, не вязальная, да, тоже касается фотографии, я купила фотофонарь. Это фотофонарь LUMOS. Оставлю их инстаграм. Выбрала его, потому что, когда еще проходила я обучение, и все, тогда я подписалась на многих девочек, фотографов. И там была девочка Саша Суботина. Она тоже раньше была куратором на курсе у Дениса, но в этом сезоне ее нет. В общем, она сама теперь по себе. То, что она что-то преподает, и все, и вот она делала фотографии и показывала, что у нее вот такой фонарь. Я так поняла, это делают все-таки какие-то ее друзья. Это такое, знаете, штучное производство. То есть они делают там 80 штук, делают пост, что у нас какие-то есть фонари, и их раскупают. Я дождалась, когда будет очередной у них такой пост, и купила. Почему выбрала этот вариант? Понравилось, как Саша его описывает. В общем, что он довольно-таки функциональный, он маленький, он не тяжелый, потому что другие многие фонари, которые, в частности, допустим, там в фотомагазине, если смотреть, во-первых, у них цена больше на 5-10 тысяч, и они довольно тяжелые. То есть там полный металл, и, ну, как там девочки выражали с фотографа, его можно носить как с собой, как, не знаю, как оружие, как защиту, короче, то есть долбанешь по голове, мало ли покажется. Вот идет, значит, он в комплекте фонарь и с вот такой прищепкой, которая с головкой крутящейся, и, соответственно, ты можешь куда-то прицепить фонарь, вот так прикрутить, и используется как для фотосъемки, для красивых кадров. Пока еще своего ничего показать не могу я, к сожалению, я так и не взялась что-нибудь сфотографировать, но его могли видеть в прошлом видео с итогами октября, потому что там он сзади меня подсвечивал. Это фонарик на 3000 келленов, он тепленький. Как я не знаю, будет показать. У него, видите, регулируется пучок, большой или узкий, и у него регулируется еще насыщенность. Он может совсем еле-еле светить. Вот так еле-еле, или на полную катушку. В общем, очень классно. Внутри батарейки, которые заряжаются аккумулятором. Вот, так что такая штука надо будет в ближайшее время как-то потестировать. В общем, посмотрим, что будет. Но с ним получаются очень такие классные кадры. Что мне по вождению? Что у меня с вождением? В октябре тоже у меня так хорошо я водила. Я не скажу, что каждый день у меня получается это, но периодически куда-то, если куда-то надо ехать, то, как правило, сажусь за рулья. У меня был один день, когда я была за рулем три с половиной часа. Мы катали по городу, то в одно место, то в другое. Я проехала по мосту, я проезжала через кольцо. В общем, такие, знаете, очень напряжённые всякие моменты. Перестраивалась. Было место, когда, в общем, надо перестраиваться на несколько полос при очень интенсивном движении. Впечатлений масса. И приезжаешь вечно, так выдыхаешь уже дома. Ну, короче, пока мне всё нравится, несмотря на какие-то мои косяки. И когда муж на меня что-нибудь прикрикивает, когда я реально могу протупить просто на дороге. Вот, так что потихонечку учусь. Была у меня потом ещё, значит, это, мы ездили ещё, как бы было тепло, а потом был снег. Вот уже после того, как выпал снег, этот снегопад после 6 октября, муж мне решил устроить такое приключение, как поездку за город. Мы решили проехаться кольцом. Значит, это получается, если я сейчас не ошибаюсь, как-то в сторону... Нет, слушайте, не буду врать. Ну, короче говоря, мы, значит, решили выехать кольцом, так, чтобы в итоге вернуться к Демногорску, к ГГС, и потом вернуться в город. Вот, и, в общем, я села от дома, мы поехали пока по городу, ничего, и вот мы, значит, выезжаем за город. В принципе, дороги были чистые, то есть, несмотря на то, что шёл снег, на трассе дорога нормальная, то есть, не снежная, ехать можно, единственное, что грязная, снег потаешь. И вот, когда мы начинали, начали выезжать за город, когда нужно было давать побольше газу и не плестись там 50 моих любимых километров в час. Вот, вот это начинается чувство, когда тебе нужно, во-первых, да, ты не можешь ехать особо медленно, хотя, по идее, можешь, но за тобой ведь куча народа, которая плетётся, но хотя бы 70 километров в час ты должен ехать, чтобы как-то соблюдать вот всю вот эту вот волну. И, да, это был такой опыт, я согласна, что, наверное, надо было его получить и представлять, что это и как, но капец, как это страшно, когда ты едешь на, для меня это космическая скорость, 70 километров в час, когда занесёшься, и навстречу тебе едут эти большегрузы, и вот ты мимо них проезжаешь, и вот машина, когда вот шатает этим потоком, в общем, и тебе нужно держать, то есть у тебя в голове чётко, что, блин, тебе нужно вот понимать, что вся ответственность на тебе, это, конечно, капец. Впечатление дня, проехать за городом, боже, у меня всё трясётся. Привет. Мы думали, это будет приключение, но это был страх вообще. Неправда, это было приключение, а я сейчас сосиски буду есть. Я не выезжала всю дорогу, я проехала, наверное, не знаю, от дома и вот до какой-то там, до какого-то места на трассе, максимум, наверное, не знаю, полчаса, 40 минут я вела, и всё, я поняла, что всё, я не могу, это как бы, мы потом сможем поменялись, оставшуюся часть я холон, ну и дальше, надо сказать, конечно, уже пошла дорога со снегом, даже с гололёдом, поэтому я даже рада, что мы с ним так поменялись, но вот такой вот опыт у меня появился. Да, прокатились, было очень красиво, когда уже выехали за город, был заснеженный лес, прекрасная дорога, вот мы там, мы хотели вернуться, как бы, я хотела поснимать около ГЭС, но около ГЭС, когда мы подъехали, там просто шёл дождь, то есть там снега нет, там шёл дождь, там теплее, а вот нигде так на трассе мы не остановились, только из окна я снимала, поэтому могу показать только вот такое в дороге движение, какой красивый лес. И давайте про снег закончим, да, то, что связано со снегом, в общем, как я говорила, 6 октября выпал снег, 5 октября за день до этого у меня была съёмка, мы фотографировали на острове Татышев с девочкой, значит, с дочкой со своей, у нас была осенняя съёмка. И вот какой контраст, вы можете судить по фото, то есть буквально там ночью уже начался снег, а днём мы ещё фотографировали вот такие кадры, мы встретились на острове, она говорила, что я, говорит, видела красивое жёлтое дерево, когда здесь гуляла на выходных, так что пойдёмте его искать. Вот, и, в общем, мы шли-шли, долго шли, те, кто в Красноярске, в общем, мы прошли место за яблонями, ушли фактически на середину острова, наверное, и там стоял большой тополь, у которого как раз ветки с ней свисали до земли, он был жёлтый, он был прекрасный, вот, в общем, около этого тополя мы крутились так и сяк, я попыталась снять небольшой таймлапс, как я заработаю, но там такое слишком всё умелькающее, всё равно вам покажу. Тоже была малышка небольшого возраста, да, она была маленькая, те же капризы, тоже попытки поймать её в кадр, было непросто, ребёнок тоже очень сильно отвлекался, но, тем не менее, я считаю, что у нас съёмка прошла удачно, здорово, получились такие бодренькие кадры, такой был интересный у меня момент, когда один день ты снимаешь ещё осень, а на следующий день ты снимаешь уже зиму. В октябре я ещё взялась в небольшую движуху, которую увидела у девочек-фотографов, на которых подписаны, с которыми на курсе мы вместе были у Дениса. Была эта движуха у Макса Добрый, Максим Добрый, тоже фотограф, молодой человек. Это, знаете, различных челленджов, сделай то, сделай сё, это был челлендж на 5 дней, когда он даёт какое-то задание, ты должен что-то сфотографировать. У меня, правда, хватило, по-моему, на 2 или на 3 дня. Потом нужно было, ну я покажу фотографии, то есть там одна была, вид снизу, когда нужно было что-то сфотографировать, то, что было бы именно снизу фотографировалось, с уровня ног, это я как раз вот отправила, то, что я в лесу фотографировала со снегом. Потом был свет от холодильника, и это было самое смешное, да, когда нужно было приоткрыть как-то холодильник, чтобы из него свет падал, был только этот свет, и вот что-то сфотографировать. Ну, в общем, вышла Ева с колбасой, и не могу вспомнить третий кадр, в общем, если вспомню, покажу, нет так нет, что-то на меня напало. Ну, в общем, было интересно, но мне хватило на 3 дня, потом нужно было снять голубей в полёте, в общем, птиц как-то в полёте, и в тот день, в общем, то ли мы прошли день рождения праздновать к родственникам, то ли ещё чего-то, и, в общем, я была без камеры и уже не сфотографировала. Так что на этом дело закончилось, но, тем не менее, такие всякие штуки интересны. К теме моей головы. В октябре я решила провести такой опыт над собой, который, надо сказать, я не выполнена до конца, в общем, я решила попробовать не есть месяц сладкое, в плане булок, в плане конфет, ну, в общем, сладости. Потому что я всё время в мыслях отхожу к тому времени, когда я кормила дочку грудью, и у меня не болела голова вообще. То есть у меня было вот два года, пока я вообще не знала, что такое голова болит. Что было причиной, не знаю. В то время я не ела вообще никакого сладкого. Это было под запретом из-за того, что у дочки была реакция аллергическая на то, что я ела. И, в общем, вот я сейчас думаю, то есть было это, или это были гормоны, или ещё что. Почему у меня в то время не болела голова? И я решила, может быть, вот это была причина, я решила, ну, попробовать не есть сладкое. Будет ли эффект от этого на моей голове? В общем, я продержалась две недели. Надо сказать, что мне, в принципе, в этот раз почему-то очень легко удалось отказ от всего этого. Я как-то спокойно относилась, причём это выпало как раз на день рождения, в семье, и я как-то спокойно отказалась от тортиков и всего прочего. Но это никаким образом меня не спасло от приступов мигрени. Поэтому, когда я уже сидела и маялась тут, значит, с головой в попытках прийти в себя, то дочка, в общем, мне почему-то пошла на улицу и говорит, мама, я куплю тебе антиголовоболин. Вот, и пришла ко мне с шоколадкой. Ну, я, в общем, плюнула на себя и сделала эту шоколадку. Конечно, мне не помогла, потому что всё равно пришлось пить таблетки, но тем не менее. Вот, такой вот был провальный опыт. То есть, вроде как, этот отказ никак не сказался на появление мигрени. Так что, я, да, так слабовольно решила всё это закинуть, потому что, ну, для меня, действительно, отказ от сладкого это такой стресс. И, чтобы совсем это исчезло, мне вот это прям как-то тяжко. Хотя, вот говорю, начало было прям такое замечательное. Я сама себя удивлялась, что меня не тянет сожрать чего-нибудь. Ну, в общем, тем не менее, провал. Так, расскажу ещё про одну съёмочку, которая была в октябре. Значит, это был тоже проект у нас под ТФП, съёмка. Мы с Ксенией долго согласовывали дату в плане того, что мы хотели поймать погоду. И, изначально, это был запрос на поснимать маму с ребёнком. Потом, я начала спрашивать, что и как. И, выяснилось, что там мы можем собрать довольно большую семью, включая бабушку. И, я была очень, честно говоря, воодушевлена тем, что я бы смогла, у меня был бы шанс поснимать вот именно вот такую большую семью, большую съёмку. Это и опыт, и, ну, я такого не делала. И, учитывая, что эта съёмка не коммерческая, ТФП, в принципе, еда, как сказать, есть шанс. Если налажаешь, ну, ты хоть что-то снимешь, да, но это будет не за деньги. Вот, поэтому мне было интересно попробовать. Но, то одно, то другое, то там заболели, то пятое-десятое. Ну, в общем, в итоге осталась только Ксения с братом, значит, и с мамой втроём. Но отступать уже было некуда. В общем, мы поехали снимать на правобережную набережную. Я там ни разу не была. Я только видела, когда, если переезжаешь через мост, но вот я там именно ни разу не гуляла. Так что я одновременно и впервые там побывала и пофотографировала семью. Место классное, так сказать, обустраивает всё. Там оно сейчас даже в процессе ещё обустройства части вот этой набережной и различные там детские эти городочки, места, где можно побегать, попрыгать, полазать. И скамеечки красиво сделаны. В общем, я опусталась под впечатлением. Здорово, что таким образом делают благоустройство в городе. И вот мы по этой набережной прогулялись, пофотографировались на фоне Енисея. И там губи на маленько в кадр попали. Было очень здорово. В этой съёмке у нас был молодой человек, Степан, которому, я так понимаю, в районе 7-8-9 и который пришёл на съёмку вот с таким лицом. Он даже не хотел смотреть ничего. То есть сниматься не буду. Вот. Вот такие моменты всегда маленько боишься, что ребёнок может действительно не пойти вообще ни в какую на контакт. И поэтому я всегда стараюсь сразу поздороваться, познакомиться. и если я вижу такой настрой, то я сразу говорю, что слушай, я тебя вообще не трогаю, я тебя не заставляю вообще на меня смотреть, не улыбаться в камеру, не хочешь вообще фотографироваться, не надо. Ты как бы делай, что хочешь. Вот что тебе хочется, то делай, и всё. Ладно, ладно. И вот мы с ним таким образом договорились. Он маленько чувствуя выдохнул. и мы начали вот эту маленько прогулку в процессе и в принципе ребёнок втянулся, потом он уже с удовольствием там корчил мне рожи и поворачивался там, если попросила его повернуться ко мне. Так что тоже вот когда понимаешь, что всё пойдёт окей, маленько так выдыхаешь и уже как бы работает гораздо спокойнее, потому что как-никак всё равно каждую съёмку я нервничаю и переживаю, как у нас вообще пойдёт взаимодействие. Так что да, такая вот была прогулочная фотосессия. Я хочу сделать такую маленькую вставочку информационную. Я вам часто показываю какие-то фотографии красивые, которые вертикальные как раз под телефон, под как фон обои на телефон и они у меня все собираются красивые эти кадры в инстаграм в хайлайтах в папке обои на телефон да, кот тоже согласен, где вы можете себе их заскринить и поставить на телефон. В общем, если вы про этот момент не знали, то знайте, ссылка на инстаграм находится под видео и вы сможете себе вот такие красивые картиночки, заставочки сохранить. И ещё про последнюю съёмку в октябре. Это была съёмка очередная в садике. У нас был праздник рыцарей принцессы. Это день, когда я снимаю и внутри садика, и мы выходим либо рядом на территорию, либо мы едем куда-то для того, чтобы проходить свои испытания. И вот этот день был ознаменован для меня тоже испытанием, каким я впервые поехала одна за рулём. Я, в общем, с вечера так готовилась и решала, думаю, наверное, надо мне поехать самой. машина стоит около дома, из гаража выходить не надо. Я могу утром подъехать около садика встать, думаю, что я могу встать. Я отснимаю и потом нужно будет проехаться вниз к Енисею в удачный. Там есть такая замечательная лестница, которая идёт вверх к коттеджам, она мимо сосен. В общем, это такое обычно испытание для детей подняться по этой лестнице. Для меня это тоже очень небольшое испытание, потому что мне нужно бежать вперёд их вверх по лестнице. Обычно после этого дня у меня ноги просто отказывают. Так вот, я решила, что я поеду. Всё. Муж сказал, ты уверена? Я сказала, да, я уверена, я смогу. Я знаю, как ехать там, я знаю, наверное, где там встать. В общем, я постараюсь. Это было моё испытание в этот день. С утра к садику я подъехала нормально, там прям, где я думала встать, места не было, но я так мужественно нашла место, где развернуться и, значит, встать на площадке там маленькой, как сказать, разбитой маленькой дорогой, которая выезжает уже за газон фактически, ну, в общем, около Блингоры там, и, значит, я так поднялась и там вот на травке встала, но там паркуются, поэтому я решила, что окей, я, наверное, ничего противозаконов не сделала, хотя я не уверена. Вот. Снимали в садике всё, замечательные рыцари, замечательные принцессы, как всегда, я ничего вам показать не могу, простить, пожалуйста, поверьте на слово. Я что-то там, если, да, у меня есть небольшие кадры, которые так со спины, там, где видно рыцаря, как окна приехала рыцарь в итоге, вот, значит, когда в садике всё закончилось, они там стали кушать, вот у меня было время около там полчаса, даже 40 минут, чтобы спокойно сесть, доехать туда, куда мне надо, найти там место для парковки и ждать. Я стала подъезжать к тому месту, поняла, что я с этой стороны дороги не встану, потому что там, во-первых, сделали заборчик металлический, вот, и просто на краешке обочия не встать, потому что там уже сплошная и только две полосы. Я, значит, проехала дальше, нашла место, где развернуться и увидела, что с другой стороны там как раз прям такая площадочка, где можно парковаться, в общем запарковалась, все было жутко довольно собой, что я все смогла, ох, прям вообще. Вот, дождалась ребят и, значит, мы забегали в эту гору, я забегала вперед их пытаясь фотографировать, потом уже понятно, что все дети ломанулись, откуда у них, боже мой, столько силы, они все побежали вперед на самый верх и уже было нет смысла их там опережать, догонять, и поэтому я уже ползла там тоже позади с воспитателями и кто там из ребятишек еле-еле шел в последних рядах. Вот, очень красивое место, мне очень нравится, там прям вид на Енисеи, сосны такие красивые кругом. И вот мы, значит, вышли на поляну в итоге, и тут хоп, у нас рыцарь на коне появляется, все, обычно у детей такой восторг, просто вот, хотя даже некоторые уже по нескольку лет в садике, да, и каждый раз появляется рыцарь на праздник, то есть они уже хотя бы раз мы его видели, но все равно это всегда такой восторг, это девочки так прям, вот они сразу принцессы, понимаете, а парни они вот, вот смотрят, вот он ведь, он же там с мечом, он же прям весь в наряде. В общем, классно, я прям как ребенок тоже каждый раз, когда вот на этих праздниках, чувствую себя точно так же. Вот, все мы там, значит, подделали, они там посражались, рыцарь показал им, как сражаться, они друг с другом бились на мечах, то есть у рыцаря прям реально там металлический, огромный тот меч, вот, у ребятишек деревянные, вот они, значит, с ним там пытались его, значит, победить, пили из такой чаши красивый рыцарский напиток, катались на лошади, вот, в общем, покушали там, потом, значит, вгостили рыцаря там печеньки, все сфотографировались, мы с ними красиво, замечательно, спустились обратно по лестнице, все, и вот я потом уже поехала домой. В общем, я там чуть-чуть поснимала таких кадров каких-то издалека, не помню насчет видео, но, в общем, все, что у меня было, я наверняка уже вам показала в этом моменте, так что да, вот каждый раз рассказывая про съемки в садике, у меня прям восторг детский. А еще хочу рассказать про свой опыт рекламы в Инстаграм, значит, ну, я решила, что надо мне пробовать каким-то образом, все-таки, чтобы привлекался, так сказать, потенциальный клиент в профиль, я, наверное, два, два раза или три раза делала рекламные посты, в принципе, люди смотрели, подписок было, конечно, ну, наверное, вот с двух рекламных этих акций у меня было, человек шесть, может быть, пришло, никаких, конечно, съемок заказано не было, но вот вроде как бы люди пришли, посмотрим, что будет дальше, но самая фишка была в чем, что в какой-то, значит, момент, вот у меня была запущена рекламная акция, и я пролистываю сторис подписок своих, и тут в рекламе выпадает мне моя же реклама, и я такая, что? то есть, понимаете, такой очень крутой бизнес, да, то есть я же заплатила за то, что сама посмотрю свою рекламу, я просто была в шоке, не думала, что это так делается, ну, в общем, гений маркетинга, да, ну, в общем, я просто была в шоке, думаю, ну что, неужели так можно? Оказалось, так можно. В конце хочу поделиться тремя видео, которые я смотрела на YouTube, и которые оставили впечатление, первое будет видео, серьезное, это была запись круглого стола, траляля, там что-то по здравоохранению, оставлю ссылку, посмотрите, сделайте свои выводы, обсуждали планы на вакцинацию в ближайшее время, и все прочее, отслеживаю просто для себя, чтобы, если что, узнать и быть в курсе, но надеюсь, ни о какой принудительной вакцинации у нас речи все-таки не пойдет, как всегда, там призывают к общению, к тому, что готовы выслушать все варианты мнений, но по итогу те, кто высказывается так или иначе против, как-то критикуют текущее вообще положение дел, либо начинают высмеиваться, либо говорят, что вы же не врач, как вы имеете право что-то говорить на эту тему, либо, значит, просто было так, что просто не дали слова родителям, которые хотели высказаться, в том числе родителям пострадавших детей от прививок, в общем, такое себе, так что, если тему тоже отслеживайте, она откликается, видео оставляю в описании. Дальше перейдем на веселые. Это я увидела эту рекламу, я увидела перед каким-то видео, не помню сейчас, но, в общем, я не посмотрела сразу на экран, то есть, ну, реклама, реклама, что-то идет, ну, тут я слушаю песенка уикенда, такая она мне нравится, все, значит, что-то там, дальше какой-то, значит, появляется речь, там что-то говорят, какие-то парни, какие-то красивые девушки, что-то, значит, такое происходит, думаю, наверное, реклама духов каких-то, ну, вот, вот сто пудов, очень похоже на рекламу духов, и тут в конце звездочка, и все, у меня просто был такой смех, думаю, что это такое вообще, почему рекламируют звездочку, оказалось, это просто, значит, канал ребят, которые вот, они там делают что-то другое, но, в частности, у них стали появляться в последних видео такие необычные рекламы чего-то, у них там была реклама новопосадских платков, что-то там еще, и звездочка, и у этого видео, там уже миллионы просмотров, они его, по-моему, чуть ли не перели там как-то на вьетнамский, или что-то вот такое, в общем, там прям заголовки, ну, блин, ну, гениально снято, вообще, я просто была в восторге, это ж надо так вообще сделать, клево, посмотрите, и третье видео, ну, просто милота, ими-ми-ми, попалась тоже мне в ленту, то ли я подписана на этот, это тоже какой-то, то ли он корейский, то ли еще какой-то канал, короче, это видео АСМР, где прекрасная маленькая собачка, я не знаю, это она Пудель, или кто она, такая кучеряшечка, в костюмчике, и перед ней на стол выставили три тарелочки, и она все это прекрасно кушает, так как это все снимается на хороший микрофон, то слушает лучше в наушниках, и вы слышите каждый ее укус, как она сладко жует, и чавкает, в общем, начинает течь слюни, вы тоже хотите есть, но очень прекрасное видео, для релакса, посмотрите, вдруг вам тоже понравится, на этом все, такие у меня итоги октября, много съемок, снег, и прочие интересности, спасибо, что вы были в это время со мной, надеюсь, вам было маленько интересно, может быть, что-то полезное, хотя не знаю, что-то полезного, чтобы я рассказала больше, такое все, развлекательное, надеюсь, что увидимся с вами скоро в новом видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,